Всем привет, друзья! С вами Гиас и добро пожаловать! Играем мы сегодня в Марупе. Это новый для нас полигон. На игру приехало не стоит даже не 200 человек, а всего лишь 9. Но это никак не повлияло на качество игры. И забегая вперед, скажу, что мы получили большое удовольствие. Со мной сегодня с командник Деда и Копченый. И приняв во внимание мнение нескольких людей, которые меня смотрят, я все же буду рассказывать, что у нас происходит на поле боя, нашу тактику, что мы делаем, как и почему. Также я буду вам пояснять свои действия. Я сразу же скажу, что я не позиционирую себя как какой-то лучший игрок или тактик. Но за те 6 лет, сколько я играю в Airsoft, я подчеркнул несколько моментов, которые работают лучше в той или иной ситуации или вообще не работают. Так что это никак не курс молодого бойца, либо делай, как тебе будет вселенское счастье. Это просто как игра, лично я и планирую свои действия и своих сокомандников, и что довольно часто приводит нас к победе, если все выполнено правильно. Поскольку на игру приехало 9 человек, было принято решение разделиться на 3 команды, что принесло в игру больше элемент неожиданности и экшена. По сценарию, у каждой команды на базе находится по флагу. Задача команд успешно забрать флаг соперника, принести его к себе на базу. Команда, оставшаяся без флага, выбывает. Далее остается 2 команды. Игра заканчивается либо когда одна из команд остается без флага, либо по истечению 30 минут. Синяя команда расположилась вот в этом здании. В этом здании находится красная команда. И соответственно в этом находимся мы. Наша тактика изначально забрать флаг красной команды и потом уже выдвигаться на синюю. Я решил остаться на базе, залезть на крышу, тем самым контролируя подходы к нашей базе, защищая флаг, и что очень немаловажно передавать нашим сокомандникам о всех передвижениях противника. Тем временем команда синих уже приближается к флагу красных. Вот засранился, чуть флаг не утащил. Прямо без жопы я там упомянул. Давай, давай, пробуй. Сейчас я их отвлеку на себя. А вот моим парням удается добраться до флага. И дед под моим скопченым прикрытием торжественно выносит флаг. И теперь красная команда может отправляться на парковку и попить горячего чайку, пока мы тут дальше метимся. Парни обходят по правой стороне, а я замечаю слева в лесу соперника, который явно жаждет захватить наш флаг. Обратите внимание, сейчас будет достойнейший номер. Тактическое передвижение, способное повергнуть соперника в бу-гагашеньки, тем самым дав себе возможность сделать ход. Это было сильно, но я не поддался. Сегодня, наконец-таки, как вторичку, я использую свой электроглок. Большой плюс в том, что он работает зимой без всяких проблем. Вот я его приготовил на тот момент, когда начнется ближний бой. Некоторым этот ход покажется странным, но мне так удобнее. Вот и пришло время впустить в ход мой электропекаль. Посмотрите, как нашивает. А Грингаз бы мне только сказал. Да и СО2 тоже. Один работает, другой нет. Мой выбор – это практичность. Наш флаг в безопасности. После нашей базы я этого снял. Теперь расскажу немного о выборе мною данной позиции. В этом случае я не старался быть незаметным, а наоборот. Да простят меня военные люди. Один я точно знаю, что смотрит. Илюха, привет. Если в реальной боевой ситуации солдата уж тем более снайпер не должен выдавать свою позицию, то в аэрсофте иногда это дает свои привилегии. Это отбивает лишний раз у соперника желание двигаться за нашим флагом и отхватить в щи тяжелым снайперским шаром. Хороший выстрел сквозь такое количество веток. И еще раз мне удалось это сделать. Я его снял, проходи, Копченый. Первый раунд подходит к концу. Нам не удалось захватить флаг синих, но в итоге мы победили, потому что на нашей базе в конце игры оказалось два флага, то бишь еще флаг красной команды. Во втором раунде мы поменялись сторонами. Тут находилась команда синих, вот тут красных, а тут соответственно мы. Условия немного изменились. Команда, потерявшая свой флаг, присоединялась к команде той, которая захватила их флаг. Мой план был отправить парней на штурм синей команды, для того чтобы забрать их флаг, переманить на нашу сторону и потом уже вместе ударить по красной команде. А тем временем я занял угол здания и отсекал подход красной команды. Кстати, как вы заметили, на мне сегодня белый камуфляж. Это накидка, если я не ошибаюсь, австрийской армии. Если ошибаюсь, поправьте в комментариях. А тем временем команда красных уже бодро выдвинулась в нашу сторону. У нас уже тут подходит трое. Где-то подстрелили на левой стороне, меня тут. Наш план Блицкрик не удался, но мы, в принципе, остались верны нашей тактике и продолжали бой в том же духе. Температура в тот день составляла минус 3 градуса, но я вам скажу, что при правильной экипировке и с горячим чайком играть было довольно-таки комфортно. Опа! Уберет! Людям, которые не играют зимой, я очень рекомендую. Снег приносит свой колорит в игру. Посмотрите, какая красота! Он сразу вот тут был. А, да? Дед отомстил за меня выстрелом в голову тому парню. Подходит, подходит, подходит. Идет, идет. Не, он далеко. Лучше ту сторону смотреть. И тут опять же, высунувшийся из окна, я намеренно выдавал позицию, пугая их своей большой пушкой. Он засел там, елка. Пустой. Пустой ты? Полигон нам понравился. Так как было мало народу, мы играли на малой его части. А так там присутствуют еще бункера, другие строения, горки. В принципе, очень даже играбельные. Убил, убил. Оп, убил. А тем временем команда синих уже подбиралась к нам с левого фланга. И нам даже показалось, что наш флаг успели унести. Нет. Нет, остался. Флаг на месте, и пора теперь нам действовать. Давай мы берем. Слева меня прикрывал копченый, и я рванул за флагом. Вот он, красавец. Осталось только добежать, добазать. Беги, Форест, беги, еще немного. И... Та-дам! Есть! Один принес. А, это наши уже теперь. Синяя команда теперь за нас. Осталось разобраться с красной. Парни в восторге от получения флага, забыли, что мы еще воеваем Есть, убил его Убил, убил Прикрывайте Твоя прикрывать, моя забирать флаг Я решил забрать еще один, а не тот-то был По сути сейчас настало в два раза больше, чем соперника Но либо парни устали, либо по каким-то другим причинам особого уровня атаковать у них не было Надо было подгонять Пацаны нам давить надо, у нас в два раза больше Чего вы там перестреливаете с нами, погнали Толпишкой на базу В канаву кроют, я в канаве Прямо оттуда кроют Надо это, копченок, пробуй через центр зайти Я отвлеку по канаве, пробуй через центр А то может быть побойти вот так, с той стороны Вон там с правой стороны здание, покрышки есть Он за покрышками сидит Давай, пошли, пошли Он сейчас на меня стреляет Готовый центр? Да, я готов Давай, пошли Один в здании Потихоньку, помаленьку мы начали продвигаться к базе соперника Но встретили сопротивление И вот у нас завязалась перестрелочка Электроглок показывает себя очень даже неплохо В зимний период Время атаковать Ловите гранату, пацаны И давайте флаг Теперь главное свалить Но хрен тут была Мне удалось пробежать только полпути Но мои сокомандники все же донесли флаг И мы выиграли в этом раунде Ну вот и пришло время завершающего раунда В этом здании расположились мы В этом команда красных, а в этом синих На сей раз не было флагов А было у всех по одной жизни Выигрывает та команда, у которой останется хотя бы один уцелевший боец Мой план был в начале игры не ввязываться в бой Потихоньку отправить парней на фланг А самому остаться на крыше И наблюдать за происходящим И после того, как синие уже с красными добро повоюют Выйти и добить оставшихся Как и предполагалось Синие с красными схлестнулись в центре Завязалась нешутейная битва А нашим парням пришло время обходить их с фланга Только еще чуть-чуть правее возьмите Тогда чуть вглубь Посмотрите, снежок идет Красота, пейзажи какие И парни, кто не ездит на зимние игры Вы много теряете Какое-то движение будет в вашу сторону, я скажу Но пока мне надо оставаться незамеченным Пока не будет ясная картина всего происходящего Так, одна команда атакует среднее здание В среднем здании еще минус один Подходите сейчас чуть поживее И попробуйте им в спину Они сейчас ровно по центру полигона И вот я замечаю одного из соперников Через такое количество веток Конечно, прострелить очень сложно Но надо пробовать В принципе, настало время Отвлекать внимание на себя Потому как мои парни в лесу уже заскучали Дальний угол центрального здания Один черный на углу стоит Из красной команды Они уже внутри центрального здания Всех оттуда выбили Я просто сейчас слышу голоса оттуда Но не вижу визуально Потому что в темноте их не видно Красной команде удалось выбить синих Занять центр Сейчас моя задача максимально привлечь внимание на себя А парней выйти из леса Из фланга И ударить по ним Все прошло по плану Красные сагрились на меня Дед с Копченым вышли практически в спину Сделали свое дело И мы выиграли раунд без потерь Как вы видите, заранее спланированные действия Порой нестандартные Дают свои результаты Ну а на сегодня это все Спасибо за просмотр, дорогие мои Поддержите лайком, если видео понравилось Подписывайтесь на канал Кто этого еще не сделал С вами был Гиас Всем удачи И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok